Если вы все готовы, я думаю, что была неплохая презентация к общению с губернатором Харьковской области. А сейчас у вас есть возможность с выключенными мобильными телефонами, поскольку они будут мешать нашей работе, задать вопросы представителю Харьковской областной государственной администрации Михаилу Марковичу Доткину. Мы работаем в течение 45 минут. Михаил Маркович, вам слово. Благодарю еще раз. Добрый день всем. Практически пролетело лето, а вместе с ним множество приятных событий, которые зачастую происходят только летом. Для одних это возможность хорошо подготовиться к новому учебному году, для других поступить в ВУЗ, для третьих хорошо провести отпуск, ну а для всех, для нас, и собрать всю нашу огромную громаду. Наверное, это целый. Перечень огромных, огромный перечень хороших добрых людей. Начну я с визита главы государства, который составился 22 августа. И на экономии дня города, и дня независимости, территориальная громада смогла рапортовать президенту о тех достижениях, которые были совершены, и обратиться за содействием в реализации тех проектов, которые требуют внимания главы государства. Было очень приятно слышать слова благодарности всей нашей громаде, работа которой была оценена очень высоко. Эти слова президент сказал, и открывая памятник независимости на площади Конституции, я считаю, теперь одна из самых красивейших площадей Украины. Также высокую оценку харьковщане получили во время проведения административно-хозяйственного актива, который вел президент, и в своем вступительном слове он высоко оценил действия по различным направлениям жителей Харьковской области и города Харькова. Были поставлены перед нами новые задачи, но, что самое главное, в проекте поручения, который готовится по итогам визита, его зачитал президент с президиума, в течение, наверное, 10-14 дней будет подписан. Там есть четкие и конкретные поручения относительно строительства и развития Харьковского митрополитена, оздоровление финансовой ситуации на ряде харьковских предприятий, в том числе на предприятии «Приблагостроительный завод» имени Шевченко. Были даны поручения о строительстве в городе Харькове центра подготовки олимпийцев по зимним видам спорта. Для кого не секрет, что в Харькове базируется сборная, олимпийская сборная Украины по биатлону и по лыжным гонкам, а также паралимпийская сборная. На сегодняшний момент то, что есть на базе ТЭМ, уже не отвечает современным требованиям, поэтому в районе Харьковской Швейцарии было принято решение построить современный спортивный комплекс, который позволил бы нам готовить мастеров самого высокого класса и рассчитывать на призовые места на олимпийских играх. Также был дан ряд поручений по поводу реализации проекта «Деревны будущего». Мы уже как никогда близко подошли к реализации данного проекта. Сегодня осталось получить последнее согласование Министерства финансов. Мы очень рассчитываем, что до 15 сентября этот вопрос будет рассмотрен и утвержден на одном из заседаний Кабинета Министров, что даст нам возможность готовить бюджетные поручения уже на 2013-2014-2015 годы, потому что данный проект будет реализовываться в течение трех лет. Повторюсь, он включает в себя строительство современного генетического центра совместно с израильскими и канадскими специалистами. Также будет построен суперсовременный молочный комплекс на 3000 голов дуиного стада. Планируется построить тепличное хозяйство на 20 гитарах и на 1000 гитарах построить комплекс производства овощей на открытом грунте. Современное овощих хранилища на 45 тысяч тонн. И строительство коттеджного городка, там должно быть 60 коттеджей, плюс необходимая инфраструктура, в том числе для дистанционного обучения, где будут работать молодые специалисты, которые будут привлечены к реализации данного проекта. Уделялось внимание, и президент проверил нашу готовность к началу нового учебного года. Также президент интересовался подготовкой к началу нового капитального сезона. Хочу вам сказать, что на сегодняшний момент 99% школ Харьковской области готовы к приему учеников. Завершаются кое-где работы. Почти на 99% получены необходимые паспорта по сдаче объектов. Проведена большая работа. Я сегодня утром встречался с руководителем соответствующей структурой МЧС Харьковской области, по высвечению далеко, где он информировал меня о тех недостатках, которые еще имеются в плане противопожарной подготовки объектов. Хочу вам сказать, что уровень проблем или количество проблем снижается из года в год. Хотя, конечно, сегодня требования настолько высоки, что выполнение этих требований плечет за собой огромные как-то вложения только лишь хотя бы в оборудовании всех школ, специальная противопожарная сигнализация, очень дорогостоящим это дело. И, учитывая, что большое количество школ в Харьковской области дореволюционной или довоенной постройки, то многие вещи осуществить просто невозможно сегодня технически. Хотя, если брать в целом, с учетом тех организационных мероприятий, которые позволяют избежать дорогостоящих переоснащений, позволяют нам сегодня говорить о определенном уровне безопасности на всех школьных и дошкольных объектах. 1 сентября все заместители председателя Харьковской областной государственной администрации, как и все руководители департаментов, отправятся на праздник первого звонка, для того, чтобы лично, своими уважаемыми, посмотреть и степень готовности объектов, и как организована работа по приему первоклассников в школу и организации учебного процесса для деток, которые уже не первый год учатся в школе. Готовимся мы увеличить количество объектов в системе бесшкольного образования. Планы на этот год мы свои выполним. Это 27 новых детских садов, либо переоборудованных, и 42 дополнительные группы. По итогам выполнения этой задачи количество объектов, которые могут быть переоборудованы в детские сады, резко сократится, потому что сегодня уже проанализированы все возможности. С счетом даже, казалось бы, ранее несуществимых проектов по возвращению в систему дошкольного образования всех тех зданий и сооружений, которые были выведены в начале и средние 90-х, когда не было такой необходимости. Следующий этап – это строительство полноценных дошкольных учреждений с нуля к нулю обсеку. Мы хотим разработать типовой проект для Харьковской области. Сейчас выбираем район, один из предполагаемых – Бегачевский район, где мы могли бы реализовать данный проект и по итогам его реализации просто привязывать к местности типовые проекты и строить такие объекты уже в других населенных пунктах. Жилищно-коммунальное хозяйство. Подготовка к зиме идет своим ходом. Ремонтируется, переоборудуется котельный, готовится живой фонд. Предприятия, которые занимаются поставкой воды в абонентам водоотведения. Тепловое хозяйство подготавливается. Сегодня уровень готовности объектов Харьковской области по всем показателям выше, чем среднеукраинский. И на всех селекторах, которые проводятся как минимум два раза в месяц, Харьковская область нигде не называется в числе отстающих. Надеюсь, новая старая достопримечательность нашего города, который является парк отдыха, культуры отдыха имени Гурького, вам, как и многим Харьковчанам, доставили позитивные эмоции. Количество желающих попробовать новые аттракционы в парке и 23-го, и 24-го, и 25-го, и 26-го числа было достаточно большое. Это было достаточно большое. Людей было в парке очень много. Сейчас мэрия детально проанализировала итоги первых дней. И сегодня Геннадий Адольфович, или уже провел, или будет проводить совещание, посвященное работе парка в эти дни. Будут проанализированы все слабые моменты, которые имели место, и где нужно особое внимание. Объект новый, объект никогда не привлекал столько гостей, сколько было в эти дни. Поэтому просчитать человеческий поток людей, по чести нюансы, было невозможно. Но это лишь небольшие, такие мелкие штрихи, которые нужно поправить в большой, общей, хорошей картине. Мы получили еще один плюс в плане повышения инвестиционной привлекательности города Харькова, Харьковской области, да, и Украины. Потому что большое количество российских посетителей были замечены в первые дни, и это без большой рекламы, которая проводилась бы, я думаю, таким, знаете, сарафанным радиом. Люди воспользовались, узнали, приехали. А дальше уже будут передавать свои эмоции, количество иностранных посетителей парка будет только лишь возрастать. Учитывая, что Харьков удобно расположен и для той же Воронежской области, и для Курской, и Орловской, и Белгородской я не беру, то поток желающих провести время будет только лишь расти. А вместе с этим и городская, и областная казна. Потому что часть средств, которые тратятся, они непосредственно идут в доходную часть бюджетов различных уровней. Я хочу с данным событием поздравить всех своих земляков. И, наверное, это еще один ответ всем тем, кто говорил об уничтожении парка, о том, что имиджу города наносится большой урон. Так было с дорогой, которую открывали через парк. Вы видите, сегодня она расцвела часть транспортной нагрузки на нашей магистрали главной. Точно так же произошло и с парком. И со всеми другими объектами происходит примерно одно и то же. Как только тот, кто не совсем любит свою родную землю, земляку, видит, что начинается масштабный проект, который завершится серьезными достижениями громад, тут же начинают все это очернять и пытаться представить все в ином свете. Люди, которые не живут в Харькове, иногда это воспринимают на веру, но потом, когда попадают сюда и видят своими глазами то, чем они читали, то, что есть на самом деле, не всегда соответствуют в действительности. Завершу свое короткое выступление ситуацией, в которой все равно невозможно быть. Это выбор. Вы все были свидетелями в Харькове. И неоднократно это звучало из уст президента. Жесткое требование глыбы государства ко всем чиновникам местной власти органов местного самоуправления о честных, открытых и демократических выборах обеспечения равного избирательного процесса для всех партий без исключения. В Харькове и Харьковской области на сегодняшний момент соблюдены все процедуры, связанные с подготовкой и проведением выборов. Готовятся избирательные участки. На сегодняшний момент проводятся встречи с избирателями, депутатом-мажоритарщиком и представителями различных политических сил. За редким исключением, за редким излучением, где люди, которые инициируют встречу с избирателями, на самом деле они добиваются не встречи, а скандала. За небольшими исключениями, в принципе, я, как высшее должностное лицо в регионе, заявляю вам ответственно, не вижу нигде искусственно созданных препонов ни к какому-то либо кандидату в мобилитарность, ни к какой-либо политической партии. Тот, кто хочет реализовать все данные законов возможности по агитации или за или агитации против, кто-то может это сделать, никто никому не мешает. У нас недавно были представители, не помню из какой страны, восточноевропейской, и в разговоре абсолютно неожиданно говорят, вы знаете, у вас, 10 метров от входа раздают партийную символику оппозиционной партии. Я говорю, не очень хорошо, почему это у вас вызывает удивление? Они говорят, ну, мы как бы думали, что у вас я не заметила. Раздают партийную информацию, оформили правильные документы, подали заявку, стоят, раздают стикеры, флаги держат, листовки какие-то, и газеты. Я нормально по сути читаю, если это, конечно, будет интересно. Вот, завершая тему подготовки и проведения выборов, хочу сказать, что очередные выборы прошли в Харьковской области, были в Купинском районе, в Пристинской сельской раде. Явка была 74% на избирательном участке. Выборы состоялись 26 числа вчера. За, не буду называть партию, за представителя власти проголосовало 90% пришедших на избирательном участке. Также, почему я так говорю, начиная с 31 октября 2010 года, когда состоялись выборы органами местного самоуправления, были проведены еще 185 местных избирательных кампаний, на которых избирались. Депутаты обосновывались, но, к сожалению, один из депутатов практически погиб, и были перевыборки. Выбираюсь депутаты городских советов, депутаты районных советов, депутаты сельских и посылковых советов. Избирался один городской голова и 19 посылковых и сельских голов. Явка, если взять среднюю, хотя это будет средняя температура по палате, но для того, чтобы было понятно, явка в целом превышала 60%, хотя на до выбора люди ходят меньше. Были случаи, когда явка была очень низкая, допустим, когда выбирали депутата районного совета в Балаклее, явка была на уровне 17%. Там весь город должен был голосовать за представителя района Иракии. И, допустим, были явки, когда количество пришедших на участки достигало 98%. В целом явка была у нас в этих 185 компаниях свыше 60%. Представители власти победили в 153 случаях и 185. Это 83% от всех избирательных компаний. Я говорю это для того, чтобы сегодня вы это от меня слышали, а не в конце октября. я не вижу никакой активности, кроме как, может быть, в интернете. Представители оппозиционных сил. Они не работают ни в мажоритарных округах, они не проводят активных встреч с жителями районов, агитируя за свои политические силы. Я провел не одну избирательную кампанию, но я знаю, что такое пропустить какой-либо праздник, когда остается месяц, два или три до выбора. Это как у селян. Час потерянный во время уборки урожая не восполнен. Другого времени не будет. Мы отмечали День независимости 21-й годовщины. Но за редким исключением ни в одном из 27 районов Харьковской области и семи, я не Харькова не беру, шести городов областного значения не было никаких мероприятий, которые бы проводили те силы, которые называют себя оппозиционными. Говоря вам о проценте победивших представителей от партии, от властной партии, я даже и не называю. Я говорю только лишь для того, чтобы вы сравнили потом информацию, которая будет звучать после выборов. Когда будут говорить о том, что это было не так, что явка завышена, что количество людей дающих голоса за представителей власти такого не может быть. Мы все это переживали уже после мэрских выборов 2010 года. Мы это видели, как происходило в той же Российской Федерации, когда там выбирали президента до этого парламента. Так вот, при каждой встрече я буду приводить новые статистические данные, которые уже полностью закреплены всеми необходимыми печатями в избирательных комиссиях о том, что происходит на самом деле. Для того, чтобы стать сильным богатырем Ильгией Муромцем, для этого нужно хорошо тренироваться и хорошо питаться. А в один день прибежать и сказать, что я сильный, хороший, я богатырь невозможного. Невозможно. Поэтому больших сюрпризов на следующий день после выборов в октябре, 29 октября мы не ожидаем. Все это у нас уже прослеживается очень четко. Плюс социология. Спасибо. Спасибо. Михаил Маркович. Пожалуйста, вопросы коллеги. Геннадий Макаров за всеми встречи. Это звонок. Геннадий Макаров, объединение за культурно-языковое равноправие для нового региона. Михаил Маркович, у меня вопрос будет по русскому языку. Будете ли вы инициировать принятие регионального статуса русского языка в области, как это было сделано второй раз в горсовете или будете все-таки наполнять вот этот статус уже конкретным содержанием? Есть ли у вас уже конкретные шаги и нужны ли вам предложения по наполнению регионального статуса русского языка в Харьковской области от организации, которая занимается этим уже 12 лет? Спасибо. Первое. Никакие советы. кроме Верховного закона в нашей стране не принимают. Советы органов местного самоуправления принимают решение о реализации того или иного или, скажем, конкретно закона по языкам национальных меньшинств. На сегодняшний момент специалисты областного совета рассчитывают количество людей, проживающих в громадах и изъявляющих желание разговаривать на русском языке. у нас будут на территории Харьковской области такие районы, целые районы или населенные пункты, где данные, где решение о использовании в статье закона о языках национальных меньшинств может быть неиспользовано, потому что там будет проживать менее 10% людей, говорящих на языке национальных меньшинств. решение о котором вы говорите будет рассмотрено на сессии областного совета 30 августа. Вот мы это видим. Что касается привлечения сотрудничества организаций, которые имеют серьезный опыт, в том числе и по языковым вопросам, с удовольствием воспользуемся опытом любой структуры, которая позволит чиновникам быстрее и качественнее реализовать тот или иной закон, который необходим к территориальным громадам. Я с удивлением воспринимаю иногда информацию, которая в средствах массовой информации в электронных имеет вид сенсации, но на самом деле является там большой внутостью. Вот недавно Ивано-Франковский городской совет принял решение о том, что они категорически не будут выполнять решение закона о языках национальных меньшинств. И будут только руководствоваться Конституцией как самым главным законом в нашей стране. Руководство Конституцией это не их желание, это их обязанность. Здесь как бы у них другого варианта нет. Это как все равно, что они согласятся с тем, что они будут дышать каждый день. А второе, они видят этот закон не читали. Реализовать закон о статусах языков национальных меньшинств в городе Ивано-Франковске невозможно. Он не распространяется на территории. Вот когда у них будет там громады, которые будут подпадать под действие этого языка, тогда можно будет говорить о том, будут ли его релизовывать или не будут. А у них даже темы обсуждения нет. В уголовном кодексе есть статья 6.1 и 6.2. 6.2 это уголовное дело закрывают из-за отсутствия состава преступления в действиях того или иного человека. А 6.1 это отсутствие события. То есть это когда такого даже не происходило. Так вот у них считайте, что 6.1 у них отсутствие события. Спасибо, пожалуйста. Павел, у нас следующий досуг. Здесь Морода. Михаил Маркович, два вопроса. Первый касательно... Все можно один, а потом если время останется, Паш, спасибо. Хорошо. Вопрос касательно стадиона Динамо. Во время своего визита Виктор Федорович отметил не самое лучшее состояние стадиона Динамо. Возможно будут какие-то подвижки в плане передачи его в коммунальную собственность города Харькова? Надеюсь, стадион Динамо предложит обществу Динамо. И только лишь это общество вправе распоряжаться своими имуществами. На сегодняшний момент все просьбы Харьковского городского совета по передаче в собственность стадиона Динамо были отклонены. Ну отсюда и реакция президента. Когда мы осмотрев парк Горькова выходили к месту где были припаркованы автомобили главы государства и охраны то конечно же его взгляд не мог не остановиться на таких склонах за забором покрытые бурной растительностью. Там элементарно можно было бы просто покосить эту территорию. И заняло бы это может быть два часа времени до людей. Видно не до этого было. Поэтому глава государства обратил внимание и спросил что это доклад. Мы объяснили и реакция его была соответствующая. Я думаю после этого процесс пойдет быстрее. Михаил Маркович очевидно что успешное проведение евро скажется позитивно на инвестиционном климате. Прозвучали такие оценки в том числе от вас. Скажите 7 сентября открывается 4-й международный инвестиционный форум инновации инвестиций Харьковской инициативы. Будут ли особенности его проведения в год евро 2012 и скажите как губернатор что вы ожидаете от проведения инвестиционного форума и вот на какие результаты можно надеяться Харьковичанам. Спасибо. Для любого города проведение экономического инвестиционного форума это возможность презентовать те или иные проекты которые на взгляд руководства региона являются наиболее выгодными для территориальной громады. С другой стороны ряд предприятий которые участвуют в подготовке и проведении форума тоже имеют возможность завести новые деловые знакомства и в непровежденной обстановке переговорить со своими будущими или потенциальными партнерами по бизнесу. Сегодняшний ритм жизни оставляет очень мало места для такого неформального общения мобильные телефоны интернет вычеркнули из нашей жизни очень много таких банальных на мой взгляд основополадающих вещей которые восполнить ничем невозможно скорости возросли вместе с этим преимуществом мы получили ряд недостатков так вот форум который проводится не один день это площадка где можно спокойно включить мобильные телефоны провести большое количество переговоров познакомиться в том числе из топ-менеджерами крупных инвестиционных компаний ведь если посмотреть кто будет устраивать форум там в этом году представительство ну крайне высокое для нас уже сегодня понятно что по итогам проведения форума будет реализовано несколько очень интересных инвестиционных проектов для столицы слабожанщины один из них я надеюсь что так и произойдет это начало реализации айти парк сегодня уже есть четкое понимание что будет востребовано айтишниками плюс новый закон который сегодня дает определенные экономические преференции этой сфере плюс наличие в Харькове и профильного вуза и большого количества специалистов работающих в этой сфере ну и конечно же тот опыт который мы получили наблюдая процессами в Казани и других городах все большое рождается с малом и мы должны не забывать и говорить о том что накануне проведения форума состоится подведение итогов по конкурсу инвестиционных проектов которые в этом году тоже прошли сначала первое сито сейчас уже вышли почти на финишную прямую реализация данных проектов это создание в одной ситуации стартапов в другой ситуации это начало реализации уже масштабных проектов несколько проектов которые в прошлые годы проходили адаптацию в таком конкурсном отборе проектов сегодня уже либо начали реализовывать либо уже близко подошли в технопарке Слобожанщина и я думаю что сегодня те люди которые пару лет назад делали только первые шаги используя такую площадку для реализации своих проектов сегодня уже будут выступать с докладами или делиться информацией своим опытом уже как опытные участники таких проектов спасибо пожалуйста Абертина затем слабительский край пожалуйста Михаил Маклевич в прошлом году была инициатива о том чтобы закрывать ведомственные котельные планировали начать с тех у которых больше всего сложностей в списке тех у которых этих сложностей действительно много была котельная Караванского спиртзавода хотелось бы узнать на каком этапе сейчас эта ситуация то есть люди каравана каким-то иным способом будут подключены к теплу как сейчас этот вопрос находится в общем в области спасибо на сегодняшний момент на сегодняшний момент реализация в различных районах Харьковской области происходит по-разному допустим взять объекты Министерства обороны для того чтобы принять котельные в коммунальную собственность необходимо привести в порядок большой пакет документов в том числе и по земле учитывая некую инертность в работе Министерства обороны это огромное ведомство должно быть множество согласований в том числе и согласований по секретно-режимному сектору ряд документов на выходе мы получим уже в самый разгар отопительного сезона поэтому практически по всем объектам Министерства обороны было принято решение что они и в этом году начнут отапливать подавать тепло как котельные ведомственные если нам удастся в течение отопительного сезона перевести в коммунальную собственность оформить все документы мы это сделаем нет мы потратим чуть больше времени и не начнем это уже по завершении отопительного сезона ряд объектов там где предприятия различной формы собственности имеют на балансе котельные но отапливают населенные пункты объекты социальной сферы у нас везде индивидуальная договоренность где-то идет процесс передачи а где-то на сегодняшний момент выделяется финансирование за строительство новых котельных для того чтобы старая останущественная баланса предприятия смогла выполнять функции которые не основные а подача тепла в населенные пункты была вторичной задачей и вот с обустройством новых котелем мы полностью разделили бы то что занимается производством и то что занимается жилой и социальной сферой теперь конкретно караван было принято решение по каравану следующее все абоненты будут где-то возможно будет переводиться на индивидуальное отопление для этого были разработаны проекты для частных домовладений и приобреталось оборудование которое позволит производить тепло уже непосредственно в домашних условиях используя специальные котелы где это было сделать невозможно сегодня завершается в различной степени готовности оборудование двух котельных и на этой сессии из бюджета будет выделено нет не будет выделено потому что нам помогает южная железная дорога мы подстраховывались из бюджета но сделали все силами южная железная дорога с помощью Виктора Николаевича Оскарчука порядка 260 тысяч гривен будет направлено на ремонт и переоборудование одно из двух котелин которые необходимы для того чтобы подавать тепло уже не используя мощности караванского спорителя более детально сейчас Валентин Григорьевич жду сегодняшнего дня в отпуске на 5 дней на следующем аппаратном совещании 3 числа в понедельник он будет докладывать мне как обычно по понедельникам по этой ситуации просто так совпало сегодня что он ушел в отпуск я вам говорю на информацию на неделю раньше маленькое уточнение переводились люди на индивидуальное отопление за счет области и на какой процент по разному по разному там где у людей была возможность они хотели именно то оборудование которое они хотели они поделали за свои деньги там где возможности не было используют бюджеты всех уровней и городской бюджет города Люботина и районный бюджет Харьковского района и областной бюджет также мы рассчитывали на помощь ассоциации Укрспир но договорившись с одним руководителем и уже практически подготовив все документы мы попали в период смены руководства и пока новый руководитель еще не вошел в курс всех дел для того чтобы иметь возможность отреагировать на наши просьбы мы до сегодняшнего дня пока еще с новым руководителем никаких договоренностей не имели если договоримся я думаю договоримся то конечно же нам будет легче гораздо потому что по старой договоренности порядка 2 миллионов гривен организация Укрспир должна была перечислить Харьковской области для организации всех этих процессов там же еще вопрос не только в отоплении есть еще вопрос связанный с водой и скважина находится на территории Караванского спиртзавода и если спиртзавод перестанет подавать воду то люди просто останутся без воды этого не будет конечно же но все равно нужно принимать решение и делать новую скважину непосредственно уже для жителей проживающих рядом с заводом но с отоплением к отопительному сезону все будет хорошо все будет нормально спасибо объектив пожалуйста Советский край затем областную теремию Михаил Маркович вопрос касательно газификации насколько мы знаем на газификацию на газификацию в Каравской области в октябре в ноябре должно быть определенное количество какой-то этап должен быть уже завершен скажите сколько это все и на какой сейчас этап у нас в этом году реализовываются два договора с Макмития с Украины первый договор договор 2011 года согласно которому мы должны были получить 150 тысяч гривен ввиду того что в конце прошлого года казначейство не смогло провести все расчеты часть работ была перенесена на этот год в прошлом году мы остановились на реализации 96 миллионов в этом году мы получили от Мака по договору 2019 года 54 миллиона на газификацию и финансирование объектов социальной инфраструктуры параллельно с этим мы подписали новый договор опять на 150 миллионов гривен из которых 100 миллионов из 125 миллионов это средства на газификацию и 25 миллионов это деньги которые пойдут на развитие социальной сферы во время подписания этого договора мы количество средств которые направляются над нефтегазом на ремонт и строительство объектов социальной сферы из 25 миллионов увеличили до 50 Итого данный договор 2012 года газификации объекта социальной составляет 175 миллионов гривен Подпись моя и подпись господина Бакулина стоят под данным договора Учитывая финансирование реализацию предыдущих договоров могу сказать что и это будет выполнен на 100% Теперь по по объектам У нас большое количество средств сегодня для того чтобы мы смогли газифицировать самые отдаленные населенные пункты уходят на строительство газопроводов высокого давления между населенными пунктами Мы газифицировали большой населенный пункт а следующий от него находится по 15 километров а количество дворов там ну 160 170 ну небольшое 400 500 человек живет вот так было недавно было в населенном пункте в селе Полевом Дерачевском районе вроде от Дергачей недалеко там по-моему 8 километров но газа у них не было никогда и заниматься не начали 11 лет назад когда первый раз просчитали цены десятого года стоимость газопровода 12 миллионов за эти деньги можно в ближайшие село там 2-3 сделать а тут на один а только 12 миллионов и это без внутренней разводки непосредственно по самому селу но с другой стороны вот так вообще два газ никогда не проведешь вот мы этот проект реализовали и я считаю что иного пути нет так вот большое количество средств уходит именно вот для того чтобы можно было провожить путь и газифицировать населенные пункты которые находятся на среднем расстоянии крупных центров и дальше у нас уровень газификации в области сейчас уже наверное где-то процента 74 из них города поселки городского типа имеют уровень газификации за 80% а села это 53 ну может быть 55 с учетом этого года и чем больше нам сейчас газифицировать село тем больше средств нужно будет потому что населенные пункты небольшие далеко находятся так вот с учетом этого я думаю что в этом году порядка 12-15 мы если не помешает погода успеем сделать среди них и большие населенные пункты и совсем маленькие но газ постараемся проводить не взирая на количество проживающих там жителей это абсолютно иные возможности это абсолютно иные условия жизни для людей в том числе и это возможность сохранить населенный пункт мы когда газ проводили я пришел такая добрая традиция когда проводят газ жарят яичницу но что-то в этот раз решили блины пожарить и мы пришли в одно домовладение видно что люди готовились и я еще обратил внимание в комнате в которой стол накрыли для гостей недавно поклеенные обои как бы ремонт я вообще подумал вот сюда вот людей достали наверное точно перегнули палку и к моему приезду еще сказали обои новые поклеить я так тихонечко начинаю у них спрашивать чтобы не напугать и чтобы они мне правду скрывали и что выясняется абсолютно иное вот видите разница между городским человеком человеком проживающим в сельской местности оказывается раньше они не могли себе позволить клеить обои потому что отопление дровами и углем давало очень большую копоть в квартире единственное что в этой ситуации спасает это ежегодная побелка у них даже там где трубы были проведены отопления они все потом каждый год проходят они такой копоть небольшой а газ дал им возможность уже сделать ремонт поклеить обои сделать свой дом таким каким они хотят а не каким им приходится его делать я честно говоря даже не знал об этих всех особенностях но повторюсь что газ в населенном пункте это возможность развития населенного пункта спасибо а мы с на телевидении я думаю вам за тем пожалуйста в ходе визита Янукович заявил что тарифы на ЖКХ не будут дорожать насколько область готова чтобы не поднимались спасибо если посмотреть на это глазами потребителя конечно стоимость коммунальных услуг желательно как можно ниже опускать если смотреть на это глазами тех людей кто готовит хозяйство того или иного населенного пункта к новому отопительному сезону кто отвечает за безопасность за функционирование всех объектов жизнеобеспечения города поселка конечно же размер тарифа это возможности предприятия здесь всегда нужно находить золотую середу если сейчас посмотреть на тариф по теплу то не буду говорить за другие регионы я уверен там то же самое в области Харьковской и в городе Харькове себестоимость одной гигакалории выше чем цена по которой ее продают население разницу компенсирует государственный бюджет проводя зачет по разнице в тарифе хорошо ли это или плохо ну для государства это плохо потому что вымываются средства которые могли бы быть пущены на любые полезные вещи для населения конечно же хорошо потому что не приходится оформлять субсидию в одном случае а в другом вымывать деньги из семейного бюджета пресловутая цена на газ вопрос вопрос только сегодня руководство страны считает что несправедливо последствия негативных газового контракта перекладывать на плечи людей стоимость для государственного бюджета только лишь разница той цены на газ которая должна быть сегодня у нас по объективным причинам если сравнивать стоимость газа для соседних государств и той ценой которая есть 6 миллиардов долларов США в год для нас это колоссальная сумма для страны и разбейте это на 27 регионов даже с учетом того что Киеву в два раза больше дадут все равно для нашей области это были бы колоссальные деньги которые могли бы пойти на развитие того же жилищно-коммунального хозяйства пока так то что касается остальных тарифов я думаю что есть сегодня определенный запас прочности по многим предприятиям тарифы не повышают за исключением КП воды сегодня стоимость воды или поставки воды которую оплачивают харьковчане на порядок ниже чем в других областных центрах решение оптимального пока не найдено чем компенсировать эту разницу вот в этом году разница компенсируется государству для города харькова харькова